Я ездил на рыбалку, поймал корося, порося, а там, гляжу, Виталий пасет, коров, все у него получается, как надо заботиться, чтобы не подошли здесь козы, а и только в другом месте, не здесь. Вот они, наши коровушки, это старые какие-то коровки были, тут же овечки пасутся, всякая вина, это мысль турнина-то не скоро пристанет. Вот это наш бывший лагерь-музей, теперь 62, с вами дерево тут, и наши строения такие, мазанычки стоят весь прутьев, на навозной куче. Вот так, а тут я смотрю, вот такая платина, сейчас ездил я на первый мостик, надпись меня, она та сорвалась, выкисла вся, дно каменистое, чтоб человек приехал и видел, да, оно каменистое, и мог проехать. Вот так, Виталий пасет, благослови его господи. Куда она идет? Трава какая-то там есть, а тут овечки. Вот надо знать, зря не бегать. Это я сейчас зря говорю. Это место, где у нас крещение идет, две раздевалки, палатку ставятся, а там дальше храм божий. Вот через две недели, ну 16 сентября будет престольный праздник. К этому времени нам надо картошку выкопать. Виталий увидел, корова идет, он сразу ее задерживает, чтобы она берег не обрушала. Все, остальные стоят пока, все, больше не ходи, стой на месте. Она повернула, все, тебе не надо их гонять. Одну, ты рядом здесь никуда, в огород они не залезут. Все на глазах, смотри больше, если уж явно пошла, тогда лови. А тут она, видишь, шагнула и назад. Вот так, благослови господи, коровушек. Вот они как дружно напали на травинку. Трое родня, видать. И еще меньше стало коров, было больше. У Игоря было только 306 голов. А сейчас, не знаю, всего-то 36 есть, нет. Игорь. 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 Игорь.